Привет всем и в этом видео мы будем забивать гвозди колоночкой JBL Extreme Да, это будет жестко Вот здесь я уже приготовил брусок дерева, в который я буду забивать гвозди Колонка заряжена, готова к бою Вот здесь вот сбоку я приклеил на силикон две шайбы И они должны выдержать удары по гвоздю Все очень просто, да, двигается мембрана вот эта, пассивный радиатор от басов И он бьет по гвоздю, который должен войти в это дерево Это уже второе видео с испытаниями по забиванию гвоздей В первом видео участвовала колонка JBL Charge 3 Вот так она была сделана И она справилась со своей задачей очень неплохо Гвоздь был забит аж три раза Вот с этой стороны, вот они, три отверстия Где был забит гвоздик Ссылку на видео с Charge 3 я оставлю в описании Ну а также в этом видео мы будем использовать генератор частот Он начинает работать от 20 Гц и до 20 тысяч Естественно нам нужны низкие частоты И это где-то 20, 30, 40, 50 и 60 Гц И посмотрим на какой частоте колонка лучше всего забивает гвозди в дерево Понимаю, тест тупой, но кто как не я будет записывать такие видео для вас И да, кстати, хотел вам сказать Некоторые люди считают, что вот эти мембраны, они просто для красоты Ну там же нет катушки, нету магнитов, провода к ним не подходят То есть она выглядит с той стороны, как и с этой стороны тоже плоская Никакого она полезного действия больше не имеет Сейчас это выяснилось, когда я наклеил с этой стороны вот эти вот шайбы металлические Мембрана по-прежнему двигается так же, как и с другой стороны Но проблема в том, что по звуку к уху подносишь этой стороной колонки Отсюда не идет никакой звук абсолютно И даже ветер какой-то от нее идет Но низких частот уже нет Другое дело, если подносишь к уху вот этой стороной Которая чистая, нормальная От нее идет бас Особенно на такой средней громкости его очень хорошо слышно То есть эти мембраны, они не для красоты Они действительно нужны для того, чтобы улучшить бас Взять тот же самый JBL Charge 3 На нем тоненькая шайбочка металлическая Немного силикона совсем И тот же самый эффект То есть абсолютно нет никакого баса с этой стороны колонки А вот с этой мембраны идет бас Идет низкий бас, которого не хватает в самих динамиках Так что ни в коем случае нельзя ничего наклеивать на эти мембраны Также меня просили многие люди показать Удастся ли их снять Или они таки останутся на колонках А сейчас мы приступим к испытанию JBL Extreme Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы только посмотрите, как она его забила Только чуть-чуть гвоздик торчит Дальше он идет уже почти незаметно То есть очень медленно Вот такой вот гвоздик Он как раз длиной, как толщина этой дощечки То есть чуть-чуть ему не хватило, чтобы пройти ее насквозь Это дерево достаточно жесткое И гвоздь очень тяжело идет внутрь А сейчас мы попробуем забить гвоздь Вот сюда, куда забивал Charge 3 И сюда гвоздик должен гораздо быстрее заскочить Чем в это дерево Давайте попробуем Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как я и говорил Повторец в дерево забивается гораздо быстрее гвоздь И оказалось то, что когда ставишь определенную частоту В генераторе частот То гвоздь забивается хуже, чем если включаешь трек с басами И лучше всего подошел вот этот трек У него длинное название Но он забивает гвозди действительно сильно У меня в группе ВКонтакте Также вы можете скачать этот трек Для тестирования своих колонок Ну а теперь мы вытащим этот гвоздь И вобьем его еще раз с самого начала Уже на этом треке Ну вот, гвоздь в очередной раз забит в дерево И Xtreme справляется, естественно, в два раза быстрее, чем справлялся Charge 3 В торец дерева всегда гвозди забиваются легче И гвоздь забит на этот раз полностью до конца Будет трудно его вытащить Так как для следующих тестов мне уже эти шайбы на колонках не нужны Поэтому сейчас попробую снять и покажу это вам Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, более-менее удалось очистить силикон Остался какой-то еще тоненький прозрачный слой Но я думаю, с процессом эксплуатации Все полностью отшелушится И будут чистые радиаторы Конечно, какие-то маленькие царапины остаются Но у любой колонки со временем появляются царапины Так что ничего страшного Смотрите прикол, ребятки Я тут нашел присоску Давайте навалим бас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никто не ожидал от того, что такие маленькие колоночки Могут забивать гвозди Конечно, Extreme показал себя вообще с классной стороны Так забил гвоздь Буквально там за 30 секунд Вбил его до конца Charge 3 был тоже неплох Тоже забивал отлично гвоздь в дерево Понятное дело, никто из вас не будет забивать колонкой гвозди Но кто-то должен был это сделать И показать это вам И это был я Так что обязательно ставим большие пальцы вверх Подписываемся на канал Жмем колокольчик И в комментариях как можно больше напишите всего Все, что в голову придет Вообще насрать Свое толковое мнение Или просто вы там от пизды Постучите по кнопкам Все пригодится На этом я буду с вами прощаться Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok